Когда вы будете в Лозанне, моя обязательная рекомендация будет прокатиться по озеру здесь на кораблике. Не просто потому, что там открываются шикарные виды с озера, а еще потому, что эти кораблики, пароходы, курсируют здесь уже почти 200 лет. В 12 веке Лозанна была небольшим рыболовным и торговым портом, который разрастается и приобретает важное значение. Значение его возрастает так сильно, что епископ решил построить там замок, чтобы обеспечить защиту. Торговля здесь становится важной частью, что на протяжении веков привлекает путешественников и туристов, число которых увеличивается с запуском в 1823 году первой паровой лодки в Швейцарии, соединяющей Женеву с Уши. В 1861 году появились гостиницы, среди которых первое крыло престижного дворца Бори Ваш. Я понимаю, здесь самый верх собора, в башне, и здесь на первом таком помещении, в первом уровне, скажем так, стоит вот этот портер. Он датирован 1275 годом. Кафедральный собор имеет огромное количество символов. Например, витраж в виде розы, датированный XIII веком, отображает средневековую картину мира, сосредоточенную вокруг Бога. Здесь изображаются четыре стихи. Четыре времени года, 12 месяцев и знаков зодиака, символизирующие течение времени. Многие другие витражи были сделаны значительно позже. В качестве строительного материала изначально использовался мягкий песчаник, который постоянно разрушался и собор постоянно реставрировался в течение времени. В XVIII веке его даже хотели снести и построить вместо него новый. Его длина 100 метров, высота 80. Орган имеет 7000 труб. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы подняться на самый верх башни собора, вам нужно преодолеть 232 ступеньки. Но забавно то, что самому этому собору вам нужно еще идти по ступенькам. Люди сюда приходят к собору, они уже уставшие и спрашивают, насколько еще подниматься наверх. Вообще этот собор считается самым красивым во всей Швейцарии. Строился он, по некоторым данным, 65 лет. По некоторым данным, он строился больше века. И построен он был в 1235 году. Сан-Франсуа является самой известной площадью Лозаны, где доминирует одноименная церковь, построенная в 1270 году. Обратите внимание на входные двери. Примечательно они не только тем, что остались из прошлого, но и тем, что на них поставили механизмы автоматического открывания. Наверное, чтобы их меньше трогали и портили. В 13 веке на юге площадь была защищена городскими стенами. На сегодняшний день следов этой стены уже не найти. Она была уничтожена в 19 веке. После строительства в 1840 году моста Гранд-Понт, площадь стала главной автобусной станцией, что привело к строительству великих гостиниц того времени – Гранд-Отелс. Но ничто не вечно, и они были снесены в начале 20 века, чтобы освободить место банкам, что превратило Сан-Франсуа в финансовый центр Лозаны. Рю-де-Бург – самая престижная улица Лозаны. Была важной дорогой для дилижанцев. Рядом находились небольшие гостиницы, жилища местных ремесленников и богато украшенные дома дворян. На замковой площади в пяти минутах ходьбы от Лозаннского собора вы сможете увидеть и сам замок, который был резиденцией епископов, а затем и приставов после завоевания Берна в 1536 году. Сегодня в моем выпуске я не буду уделять много внимания набережной. Я рассказывал о ней и об Олимпийской деревне в одном из своих прошлых роликов. Но, конечно, это идеальное место для прогулок. Посетите пляж Види, место отдыха и барбекю с многочисленными спортивными полями. Еще одна живописная площадь – Плаз де ля Палю – получила свое название от бывшего болота, покрывающего это место. Из-за своего центрального расположения с 9 века стало предпочтительным местом для купцов. Ратуша, кстати, здесь использовалась как склад и убежище. Статуя справедливости с видом на фонтан является копией оригинала. Неподалеку, на улице де ля Марсери, находится один из старейших жилых домов Лозаны. Если вы пойдете вверх по этой улице, у вас будет прекрасный вид на древний епископский дворец. И, конечно, район Лефлон. В древности был долиной с виноградниками, мельницами и домами. В 9 веке эта долина была заполнена землей, извлеченной при бурении тоннеля для первого швейцарского фуникулера, соединяющего Уши с флоном. В 1877 году Уши некогда был обособленным городком на берегу Женевского озера, популярным местом отдыха среди туристов. А еще ранее это как раз и была рыбацкая деревня, о которой я рассказал в самом начале. В 1798 он войдет в состав Лозаны. В Уши прибывают лодки с грузом, далее груз отправляется в Афлон, а в Афлоне строятся склады для хранения. В наши дни здесь появилось множество ресторанов, баров и кинотеатров, что превратило этот район в новую точку притяжения. Вообще, кстати, Лозана очень небольшая, и я остаюсь в отеле «Континенталь» прямо рядом с вокзалом, потому что я путешествую по всей Швейцарии. Сегодня я позже отправляюсь в Берн, вчера я был в Монтре, и находиться рядом с вокзалом прям суперудобно. То есть просто из отеля прыгнул поезда, и публичный транспорт вообще здесь очень хорошо развит. И с вокзала сюда я дошел пешком. Если идти и не снимать, вы дойдете до собора за минут 15-20. Весь путь это просто красота какая-то неописуемая. Лозанну в 1945 году переехала к Коко Шанель и поселилась в отеле «Буреваш Палас». В декабре 1931 года Лозанну посещает Махатма Ганди, чтобы проповедовать блага вегетарианизма. 16 лет до этого здесь выступает еще один оратор – Ленин. Бенито Муссолини впервые побывает в Швейцарии в возрасте 19 лет, чтобы избежать военной службы. Но позже его арестуют за бродяжничество, когда тот будет спать под Великим мостом. Диктатор снова вернется в Швейцарию в 1922 году на конференцию по Ближнему Востоку, которая пройдет в замке Уши, и на которой также будет присутствовать тогдашний журналист Хамингуэй. Чарль Чаплин проживет в Швейцарии более 25 лет. Последние его четверо детей родятся именно в Лозане. Чарльз Диккенс, Виктор Гюго, Моцарт, Артур Конан Дойл, Наполеон. Вот перечень тех немногих, кто когда-то посетил Лозанну. В городе огромное количество фонтанов, и многие из них питьевые. Если фонтан питьевой, то, как правило, там есть значок, который обозначает человека со стаканчиком, что можно пить. Вот один из необычных фонтанов. Это явно не питьевой. Здесь огромное количество всех этих таких хитросплетенных улочек, узеньких. И ошибиться, честно говоря, и повернуть не туда очень легко. Но я специально поворачиваю не туда, потому что здесь красиво везде. И мне очень интересно, что же будет на какой-то улочке. И уж если вы заблудитесь, то как минимум вокруг вас будет красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok